Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Вчера я открывал позицию на биткоине в районе 62 500, 63. Там вроде я думал, что биткоин будет вверх выходить из этого нисходящего клина. Но, к сожалению, меня ликвиднуло. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем график биткоина. Вот видите, на четырехчасовом. Это нисходящий треугольник такой, нисходящий клин. Но давайте на дневной переключимся. Можно думать, что это бычий флаг. Идет вниз, но может быть слишком сильно вниз. Тем не менее, можно было думать, что биткоин будет выходить вверх. Сначала была такая у меня идея, что типа биткоин пойдет на 52 или 47 тысяч долларов. Потому что я не вижу особо давления покупателей. От 56 тысяч биткоин отталкивался и поднялся тогда на 65. А здесь оттолкнулся от 59, прошел на 67. Видите? То есть опускается на 3000 долларов. И получается еще 3000 долларов ниже. Это будет 54. Такая была сначала идея, но тут как бы я подумал, что вот от этого уровня биткоин все-таки оттолкнется. Вот здесь. Думал, что будет выходить. И вот здесь примерно я зашел в лонг. Ожидал, что будем выходить из этого нисходящего клина с хорошими торговыми объемами. Но это была ошибка. Потому что биткоин провалился и меня ликвиднуло. Даже не по стоп-лоссу там, а по ликвидации. Потому что стоп-лосс я не поставил. Не ожидал просто этого резкого падения. Думал, что вверх биткоин вылетит. Но теперь я вижу, что слишком слабые отскоки у биткоина и слабые торговые объемы. Поэтому стоит ожидать все-таки, что биткоин опустится на 52, а в худшем на 46 уйдет. Но также вы видите, что биткоин находится внутри этого канала. Это покупал биткоин, конечно, по 16 тысяч. И мы торговали его до 70. Вот там. Но давайте посмотрим на самом дне. Кто покупал биткоин, то биточек вырос уже на 373%. И теперь, когда биткоин вырос уже на 373%, теперь уже нужно ловить проливы. Иначе можно просто просрать всю прибыль, которую заработал на этом росте. В прошлом году я начинал этот аккаунт со 150 тысяч долларов. Поднимался я на 920 тысяч долларов. Здесь у меня было на вершине 920. А теперь у меня на балансе 600... с чем там... 623 тысячи. Вчера вот было 643. То есть получается, вчера потерял двадцатку. Потому что ликвидировало мою позицию. Десять штук я потерял на этой сделке. Еще минус 10 тысяч на споте. За последние 30 дней я... Было 669. За 90 дней было 586. Поднимался на 920. На самом деле, там несколько раз у меня было... 920 примерно. Здесь было 846. Опускался вот на 602 тысячи баланс. Затем что-то восстановил до 650. Даже выше на 669. Ну и затем снова опускаюсь на 623 тысячи. Эти сделки, конечно, не зашли. Но вот там я неплохо покупал, продавал. И неплохо заработал. В общем, где теперь можно было бы зайти в лонг на биткоине? Поддержка на 52 тысячи. Ну хорошо, давайте предположим, что биткоин следует этому паттерну. Объемы там падают, типа и биткоин валится. На эту трендовую. Это 54 тысячи долларов. В принципе, и 52 уже близко. Можно дождаться и 52. Либо зайти на 54. 54 тысячи. Это будет цена входа. Попытаемся поймать отскок. На биткоин. Проблема. Где же реальная поддержка? Большая поддержка на недельном. Если посмотреть, то на 46 тысяч. Вот реально такая жирная. Хорошая поддержка. Еще одна поддержка на 52 тысячи. Эта поддержка сформировалась на предыдущем бычьем рынке. Там это было сопротивление. Ну а теперь это поддержка. Также очень сильная поддержка находится на, я бы сказал, здесь на 50... 57 тысяч. Где-то в этой зоне тоже хорошая поддержка у биткоина. И биткоин опускался, собственно, на 60 тысяч 500 долларов. Это было на прошлой неделе. Поэтому можно от 56 тоже ожидать какого-то разворота. Я бы тогда попробовал и зайти выше. Поймать это двойное дно, может быть, на биткоине. Но опять же, я ожидаю, что биткоин опустится на 52 тысячи. Но, может быть, будет двойное дно на 56. Поэтому, где можно было бы зайти в лонг, попробуем поймать двойное дно. Вот 56 тысяч 500 долларов. Но более безопасный вариант все-таки... Ну, не знаю, сука. Может быть, более безопасный вариант это 52 600. Все-таки биткоин в этом канале. Вчера так-то я думал, что биткоин будет выходить вверх из этого канала. Вот тут такие заходимые. Биточек прорывается вверх. Но затем пошли объемы на продажу и провалился биткоин. Видите, какое было падение. Если мы посмотрим на график спотового рынка на Binance. Вот смотрите, обычные торговые объемы. Это 700 биткоинов. А в этом часе было проторговано 7 тысяч. Кто-то продал 7 тысяч биткоинов в течение часа. В общем, можно попробовать зайти от этого уровня. Здесь получается и уровень поддержки, и трендовая линия. А цель здесь будет выход из нисходящего треугольника. Там мы можем померить расстояние по основанию фигуры, по этому треугольнику. И тогда цель будет... Сейчас попытаемся прикинуть, сколько это получается. 69 тысяч долларов. До следующего сопротивления. Или чуть больше. 70 тысяч примерно. Цена входа это серая метка справа. 54 тысячи 857 до... Ну хорошо, давайте чуть по-другому. Поставим ровно на 55. Цена входа будет 55 тысяч. Стоп-лосс ставим на 54 тысячи 500 долларов. И тейк профит на 70 тысяч. Риск 450 долларов. Заработать можно 15 500. Это в расчете на один биткоин без плеча. Это такая торговая идея. Думаю, что биткоин вниз пойдет. Но вчера, сука, так хорошо выглядел. Думал, что будет выходить вверх из этого треугольника. Но ни хера не вышло, потому что биткоин вниз пошел. Продажи были и... Никакого разворота. Я так и не увидел. Посмотрите вот на 15 минутке, например. Биткоин опускался на 60 тысяч 200 долларов. И прошел вверх на 61. И уже снова развернулся и идет вниз. Чтоб не видно покупателей. Так что я ожидаю, что биткоин упадет на 55 тысяч. Теперь я поставлю такую заявку. Открываться будем на 2 биткоина по 55 тысяч долларов. Заходим в лонг. На 2 битка. Это мне будет стоить 5600 долларов. Подтверждаем. Поставили заявку на 2 биткоина по 55 тысяч. На балансе 623 900. USDT на 260 тысяч. Слишком мало у меня USDT. Поэтому, пожалуй, продам 1 биткоин. В небольшой минус. Я буду продавать, потому что вчера-то я покупал по 62. Чуток ухожу в минус. Но продам 1 биткоин. Мне нужно больше USDT. Теперь у меня уже 320 тысяч. 1 биткоин остался. Доджкоин на 57 800. Покет на 40 тысяч 900. Ворлдкоин на 19. Ну и теперь мне нужно расставить ордера на покупку. Внизу где-то там. По Покету, Ворлдкоину и Юнисвап. Подставим тазики на случай, если рынок посыпется. На биткоине поставим заявку по 55 тысяч. На 2 или нет, на 1 биткоин по 55. Готово. Что еще можно? Доджкоин. Давайте посмотрим на додж. Биткоин и доджкоин. Будет нормально. Вот видите, на многих чертах я заметил эту попытку выйти вверх, пробить эту трендовую. Доджкоин тоже пытался это сделать. Пробить эту трендовую линию. Попался я, конечно, на этом, потому что ничего не пробило в итоге. Думал, что будет выходить вверх, но нет. Уровни поддержки на доджкоине на 10 центов и на 12. По 10 и по 12, да. Все правильно. Это два сильных уровня поддержки. Поэтому поставлю ордера на покупку на доджкоине на эти уровни. А что там доджкоин собирается делать в ближайшей перспективе? Ну, скорее всего, пойдет вниз на 12 центов. А там-то дальше, в принципе, может опуститься и на 10. Объемы увеличились. Хорошие объемы на доджкоине, но на выходных они все-таки уменьшаются. Неделька стахастик вниз на месячном. Неплохие торговые объемы, я вижу. Короче говоря, доджкоин вроде неплохо выглядит. Вчера-то я думал, что доджкоин будет пробивать эту трендовую, но он не пробил. Скорее всего, пойдет теперь на поддержку и от нее уже будет разворот. Итого, нужно поставить ордер на 12 центов. Доджкоина у меня на 57 900 долларов. Ну, тут как бы... Давайте продадим 50 процентов. Доджкоина... Здесь поставим ордер. Продаем на 10 тысяч. И поставлю также по 145. Еще на 10 тысяч долларов. Итого, продаю доджкоина на 20 тысяч долларов. Да, на 37 тысяч. Останется доджкоина у меня. На десятку уже продал вроде. Итого, у меня один биткоин. Додж пока что на 47. МСРТ на 41. Покет на 40 тысяч. И также у меня ворлдкоины Юнисвап. Ну, хорошо. Продаю доджкоин. И теперь поставлю ордер на покупку на доджкоине. По 10 центов я хочу купить на 20 тысяч долларов. По 10 центов на 20 тысяч долларов. Возьму, получается, 200 тысяч монет. И по 12 центов. Возьму на 10 тысяч долларов. По 12. Итого, ордера на продажу на доджкоине. Сокращаю позицию. Доджкоина у меня останется на 37 тысяч долларов. И затем я хочу перезайти в доджкоин по 12 центов и по 10. Такая идея. Ну, хотя я думаю, что... Может больше продать. Ну, ладно. Оставим. Поставили ордера на покупку на 12 центов и на 10. Думаю, что вполне может доджкоин опуститься на 12 центов. Вчера там я видел, конечно, что будет вверх выходить доджкоин из этого нисходящего треугольника. Был такой потенциальный прорыв этой трендовой. На многих графиках я видел такую картину. Я купил доджкоин и... Биткоин тоже покупал. Зашел в лонг на биткоине. Это была ошибка, конечно. Меня ликвиднуло в итоге. Поэтому теперь... На 12 центов пойдем. Такие ордера на покупку у меня на доджкоине. По 10 и по 12. Хочу подобрать. Теперь давайте посмотрим, что еще. Юнисвап. 7 долларов 12 центов. По Юнисвап я смотрю, что вниз пойдет снова. На 5.80. Там у него поддержка. Хороший отскок был от этого уровня. Еще одна поддержка. Находится ниже. Я бы сказал, что... На 4 доллара 60 центов. Ничего себе. Все прибыль, которую получали на этом росте... Нет ее уже. Смотрите. Покупали-то на дне еще. По 3.80. И Юнисвап поднимался на... Я продавал там где-то. На 13 что ли. И затем Юнисвап обвалился. После того, как Сек снова там... Стал мутить очередные судебные иски против Юнисвап. В общем, у меня стоит ордер на 5 долларов. На 2000 Юнисвап. По 5 долларов. Там я хочу купить 2000 монет. Ну... По 5.80 можно поставить. И по 4.60. В принципе, давайте отменим этот... Ордер по 5 долларов, который и... Поставим на 5.80. И одну заявочку на 4.60. 5 долларов 80 центов. Возьмем на 10 тысяч долларов. По этой цене я... 1724 монеты. По 5.80. И по 4.60. Зайдем на... 10 тысяч долларов. Еще... 4.60 на 10 тысяч. Хорошо. Поставили ордера на Юнисвап. Поставили на Доджкоине. Покет у меня есть. И... Ворлд Коин. Тоже ордера на покупку. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. У меня стоит заявка на биткоине. На 2 биткоина по 55 тысяч. Ну, давайте... На 4 биткоина зайдем. Потому что я думаю, что от этого уровня будет хороший отскок. На Юнисвап ордер по 4.60. И по 5.80. На датшкоине по 12 центов и по 10 центов. Одна заявка на продажу. Это чтобы сократить свою позицию. На 1 биткоин заявка по цене 55 тысяч. Покет хочу взять по 10 центов. И ворлд Коин по 3.60. На балансе 623 тысячи 900 долларов. Ну, такая себе неделька, конечно. Я поднимался на 669 тысяч. Это в начале недели. Вроде как заработал 7 тысяч долларов. И затем потерял. Несколько неудачных входов, конечно, было. И баланс опустился на 623 тысячи. Минимум там был 610 тысяч. Так что можно сказать, 13 тысяч заработал. Ну, а тут, смотрите. Опускался баланс на 611. Но, тем не менее, конечно, было-то больше. 669. А теперь 623. Тут минус. Ну что ж, на этом все на сегодня. Рассчитываю, что биткоин пойдет на 55. Вчера все выглядело по-бычьи. Все так выглядело, что будет пробиваться вверх. Ну, а там кто-то продал 7 тысяч биткоинов. И все посыпалось. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В прошлом году у меня на балансе было 150 тысяч долларов. Я доводил баланс до 920 тысяч. 100 тысяч оттуда забрал. И получается, что от пика я потерял 200 тысяч долларов. Со 150 поднимался на 920. А теперь у меня 620 тысяч примерно. В принципе, до сих пор так-то неплохая прибыль. Теперь мне нужно выходить в кэше. Пытаться ловить эти проливы на рынке. Я не хочу так покупать, что... Это вот как вчера было, например. Потому что эти истории, они понемногу-понемногу съедают всю твою прибыль. Всю прибыль, которую я заработал на этом бычьем рынке. Мне нужно сохранять этот капитал. Я буду покупать на каких-то экстремальных падениях. В самые красные дни. Пока не увидим твердое дно. Всем хорошего дня. Все полезные ссылки есть в описании под видео. Обязательно делитесь своими комментариями. Пишите. Присоединяйтесь к моему телеграмму. 104 человека онлайн. Трейдеры что-то обсуждают. Делятся своими торговыми идеями. В общем, присоединяйтесь к этому телеграмму. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.